Я жестко подсел на кофе, я однажды заказал эспрессо, пока ждал американо. В целом, я не понимаю, даже для легального наркотика слишком много его, как будто, да? Типа кофеин все больше и больше, они все меньше и меньше становятся, в одну из них я мог только заглянуть, и там девушка зажала между кофемашиной и мусоркой. Я сделал заказ, она такая, сахар. Я думаю, надо развеселить ее и спросил, это был вопрос на засыпку, да? Она улыбнулась и обнажила эту чербинку, а в ней была еще одна небольшая кофейня, прикиньте. Я благодаря кофейням понял, что я нарцисс. Я в одну из них очень часто хожу и заказываю американо со льдом, потому что я не умею держать кипяток во рту, такой я человек. И я такой, а? И она такая, вам как обычно? И я такой, блин, влюбилась, что ли? На следующий день моя девушка, которая у меня есть и которая никогда не пила кофе, вдруг решила начать, и пришла вместе со мной, и Бориса начала готовить заказ, отвернулась, и я представляю, что она такая, блядь, только конченые ублюдки пьют американо со льдом. Чтобы вы понимали, нарциссизм — это психическое расстройство, на которое никто не хочет обращать внимание. Я в отношениях, я уже сказал, и я сочувствую девушке, которая со мной, потому что я издаю звуки, не могу ничего особо поделать, я так живу. Однажды я мыл посуду с озвучкой, и продолжилось это целую неделю, мне так нравилась. Ложка такая, я такая грязная. Ты грязная, посмотри на меня. В этом диалоге нет никакой драматургической связи, если что, все в конце просто чистые. Я, правда, подумал, не знаю, с каким звуком люди умирают от инфаркта. Хорошо, что девушка моя привыкла, ну что, если она однажды будет мыться в душе и услышать там «и-и-и-и-и». Такая, опять он, наверное, с ложками пиздит своими. там я и будет грустно, еще и посуда не мыта. Обнаружил еще, что у меня проблемы с едой, ты понимаешь, что у тебя проблемы с едой, когда другой человек отрывается от еды, чтобы посмотреть на тебя, я такой, что ты нахуй делаешь? Целый риттер-спорт до обеда съел, ты сам как квадрактиш. Серьезно, сложно не переживать за человека, который в 34 года думает, что десерт – это награда за то, что он овощи поел. Я еще придумываю специальные отговорки, типа, ем Наполеон, вспоминая 1812 год, я должен уничтожить этого блюдка. Заметил еще женские трусы, не сразу, потому что очень маленькие, уникальные, они такие крохотные, боже мой, их даже сушить не надо, просто подкидываешь, они пока падают. Вот эту штуку суют в пенал для очков, чтобы протирать вот эти бесшовные. Вау. Я думал, что мы зрелая пара, пока мы начали разговаривать о сексе, потому что, ну, как будто бы никогда вообще не говорили, мы такие, ну, мне нравится секс с тобой, а мне вообще в целом нравится секс, мне тоже, а какой секс тебе не нравится? И тут она сказала, мне не нравится, когда ты жирный, и когда ты сверху, и ты очень стараешься, и конденсация всего тела у тебя скапливается на лбу, и начинает потихоньку капать мне на лоб, я могу проснуться от этого. Назвали эту позу китайская пытка. Я еще заметил, что часто вижу бывших, ну, то есть в толпе их вижу, но их там нет. Я просто их вижу, одну из них я почему-то начал видеть чаще других, и она постоянно меняет вес и возраст. Походу я просто забываю ее, однажды она и пол сменит у меня в голове, просто подойду к старому азиату и скажу, извини, что расстались на такой ноте. Вот твои диски. Это было давно. Мы оба счастливые, слабые вегетарианцы, не вступаем в полемику, потому что мы вегетарианцы, и мы слабые, надо беречь себя. Когда мои братья вегетарианцы вступают в полемику, я такой, блин, зря, тебе еще коренья с бобами переваривается, реально, побереги силы. Он такой, блин, на вкус не отличишь. Боюсь, что у меня родится соевый ребенок. Отдам его в школу, его вернут сразу обратно, типа, он не такой, как все я, мы такие, блин, на вкус не отличишь. Я выгляжу, как человек, который разбирается в наркотиках. Это не так. Ну, то есть, ну, это не разбираться. Если ты видишь человека, который идет по улице, показывает на дом, такой, заебись фасад, да? Ты же не говоришь, что он архитектор, правильно? Ну, ты... Если вы поедете в Амстердам и захотите зайти в кофешоп, вот вам мой совет, не идите после этого в музей. Потому что я пошел в музей естественных наук, и для кого-то эти науки, может, и естественные, но для меня в тот день... Вау, я просто бегал, типа, по залу с планетами, Венера, какая ты горячая, офигеть, урон какой холодный, синий, белый, красный, все, все было круто очень. Цифры, цифры, много цифр. Четыре умножить на десять, двадцать... Я уже перестал читать просто, добежал до какой-то планеты, у которой был, как будто мне показалось, уместный климат. Я такой, почему мы здесь не живем? А это Земля оказалась. В целом у меня нет проблем с полицией, но я не нарываюсь, если что. Просто думаю иногда, что не знаю, не знаю. Я их не понимаю. Кажется, люди должны быть более счастливы на работе. Я один раз шел по бульвару, меня остановили и сказали, «Здравия желаю». «Запрещено». Мне пришлось осмотреть себя, чтобы понять, что запрещено во мне. Казалось, я забыл, я нес бутылку пива и сразу раскаялся, блин. Я такой, все, я готов прямо здесь штраф оплатить что надо. И он такой, «Так это не работает. Нужно составить протокол. Поехать в отделение». Я такой, «Чувак, блин, кто из нас наказан? Ты чего?» Он такой, мы стоим, никуда не едем, он смотрит в телефоне. Я такой, «Почему мы никуда не едем?» Он говорит, «Я не знаю, в какое. Тут ближайшее Тверское, там все в ЛГБТ». Я такой, «Ну я не гомофоб». Он такой, «Я гомофоб». Еще я ходил на всякие законные митинги. Вначале ходил просто постоять, потому что я ничего не понимал. И мне сразу же подкинули ребенка. И сказали, с ним нельзя, и лишили родительских прав. Вау, все понял. Потому что я ходил на последние, и все кричали что-то, типа, за свободу слова, но все кричали одно и то же. Я думаю, раз свободу слова, я буду кричать, что я хочу. И когда все такие, «Путин вор!» Я такой, «Путин лучник!» Третьего уровня. Какая разница? Главное, интонация, с которой ты будешь отговорить. «Путин Барт!» Сразу момент, ну ты чем-то недоволен там. Читайте побольше книжек, у вас будет много друзей. Знайте об этом. Потому что у книг всегда есть корешки. «Путинわかлый»